Стань умнее. Развитие мозга на практике. Автор Дэн Хёрли. Человек научился пересаживать сердце, наращивать бионическую сетчатку, менять пол. А что если мозг не слишком отличается от других органов и его можно нарастить? Насколько человек умен, чтобы стать еще умнее? Научное сообщество разделилось на два лагеря. Одни полностью отрицают возможность того, что разум можно улучшить, другие говорят об этом, как о неизбежности. Они создают развивающие компьютерные игры, изучают, как влияют на интеллект диеты, пищевые добавки, физические упражнения, занятия музыкой, настольными играми, изучение иностранных языков, стимуляция мозга электромагнитными волнами. С каждым годом количество экспериментов в данной области растет. Но их по-прежнему мало, а данные противоречат друг другу. Несмотря на это, появляются новые перспективные направления. Например, до 2000 года ни одна фармацевтическая компания не думала о том, чтобы выпускать препараты для людей с синдромом Дауна. Сегодня эта область стремительно развивается. Существует огромное число методов улучшения мыслительных способностей. Действительно ли они делают человека умнее? Дэн Херли провел масштабное исследование упомянутых подходов. Он составил базу научных публикаций по каждому из них, проанализировал статьи, отобрал несколько заслуживающих доверия методик и проверил их на себе. Эксперимент Дэна Херли уникален масштабностью. Никто никогда ранее не изучал воздействие сразу нескольких методов улучшения когнитивных способностей. Узнаем о методах для улучшения когнитивных способностей, эксперименте автора и его результатах. Начнем с современных концепций в данной области. Что такое интеллект? Запретный плод Интеллект – фундаментальная характеристика человека. Он определяет способность к рациональному мышлению и обучению. Интеллект влияет на достижения в учебе и карьере. Но есть менее очевидные факты. Низкий интеллект коррелирует с ранней менопаузой. Рост IQ на 15 баллов у женщин снижает вероятность наступления менопаузы раньше 49 лет. Низкий интеллект связан с риском быть убитым, пострадать от хронических заболеваний. Интеллект – это умение находить смысл в хаосе мироздания. Понятие включает не только знание множества фактов, но и умение их анализировать, извлекать пользу и прибыль. Основатель Facebook Марк Цукерберг, создатель Google Сергей Брин и певица Леди Гага, будучи подростками, участвовали в программе «Центр талантливой молодежи» при Университете Джона Хопкинса. Их отобрали по результатам тестов. Существует проблема оценки интеллектуальных способностей человека вообще и детей в частности. С одной стороны, авторы тестов хотят дать возможность одаренным детям из менее благополучных семей попасть в престижные школы. Однако эффект оказывается противоположным. Детей принимают больше, но в основном за счет выходцев из богатых семей. У ребенка из благополучной семьи больше шансов на полную реализацию умственного потенциала. Автор бьет тревогу. Интеллект столкнулся с проблемой бренда. Массовая культура относит его к негативным явлениям, ставя знак равенства между гением и злом. Недостаток образования, признак честности и порядочности. Психологи утверждают, что для достижения успеха важны такие качества личности, как самоконтроль, целеустремленность и любовь к труду. Интеллект включает в себя несколько компонентов. Познакомимся с концепциями, которые являются ключевыми для понимания идей Дэна Херли. Рабочая память и подвижный интеллект Стандартные IQ-тесты оценивают уровень накопленной информации и практических знаний. По мере взросления он возрастает. Дэн Херли называет это кристаллизовавшимся интеллектом. Вместе с тем, по мнению ученых, существует подвижный интеллект. Так называется базовая способность человека к обучению, умению выявлять закономерности, решать новые задачи. Данный тип интеллекта достигает пика в самом начале взрослой жизни. Великие открытия математиков, физиков, успехи выдающихся музыкантов часто случаются в 20-летнем возрасте. Помимо этого существует рабочая память. Это способность человека запоминать информацию и работать с нею. Например, находить закономерности, складывать числа, ранжировать данные. Данный вид памяти позволяет запоминать предложения, понимать их смысл, обдумывать последствия после их произнесения. Рабочую память следует отличать от кратковременной, которая означает способность воспроизводить только что услышанное. Теория рабочей памяти была предложена в 1974 году британским психологом Алленом Бедли. Однако ее значение и связь с интеллектом показал психолог Рэнди Энгл. В 1999 году он опубликовал результаты эксперимента, в рамках которого 13 студентов из Южной Каролины прошли 11 тестов на память. Одни задания проверяли кратковременную память, другие – рабочую. Они требовали манипулирования информацией, которую нужно было вспомнить. Были и два теста на подвижный интеллект, в том числе с матрицами Равина. Последнее – это золотой стандарт в области изучения подвижного интеллекта. Ученый сделал вывод, что рабочая память тесно связана с подвижным интеллектом, в отличие от кратковременной. Чем лучше тест на рабочую память, тем умнее человек. Энгл также предположил, что рабочая память и подвижный интеллект возможно одно и то же, просто их оценивают разными тестами. Была высказана идея, что рабочая память и подвижный интеллект отражают способность сохранять когнитивный процесс в условиях помех. Умение концентрироваться на выполнении задания и блокировать отвлекающие моменты – важный вопрос не только для понимания природы интеллекта, но и эффективного контроля эмоций и поведения. Данная способность помогает людям с синдромом посттравматического стресса остановить навязчивые мысли и воспоминания. Она определяет возможность восстановления функциональности человека при шизофрении. Факторы подвижного интеллекта Рэнди Энгл полагает, что подвижный интеллект обусловлен биологическими факторами. Он считает, что половина подвижного интеллекта определяется наследственностью. Кроме этого, огромную роль играют воспитание и окружающая среда. Они помогают преодолеть ограничения врожденного интеллекта, если человек будет прилагать к этому усилия. Несмотря на ограничения, человек может добиться выдающихся результатов. Задача в том, чтобы найти способ обойти препятствия. Один из таких способов – умение блокировать то, что отвлекает. Энгл рекомендует развивать способность сконцентрировать внимание. Психолог Андерс Эриксон знаменит идеей о том, что в любом деле можно достичь наибольших высот, если посвятить ему 10 тысяч часов. Столько в среднем успешные люди тратят на то, чтобы накопить необходимый объем знаний и отточить мастерство. За 15 часов практики не стать экспертом. Эриксон отвергает идею развития подвижного интеллекта, причем, в отличие от Энгла, считает его неважным. По мнению ученого, обобщающие возможности не очень важны, потому что благодаря продолжительной практике не специалист может стать экспертом независимо от мыслительных способностей. Теория Эриксона тоже не бесспорна. Ученик Энгла, профессор психологии Мичиганского университета Зак Хембрик, считает ее мифом. Разброс значений времени, которое потратили эксперты, может быть огромным. В своей статье он пишет об исследованиях успешных шахматистов, которые уделили практике игры от 2 до 20 тысяч часов. Причем есть гроссмейстеры, которые практиковались меньше, чем среднестатистический игрок. Информация постоянно бомбардирует мозг. Ее поступает больше, чем нужно для управления поведением. Что использовать? Что игнорировать? Тот, кто эффективно сортирует информацию и фокусируется на нужной, добивается отличных результатов. Контроль над вниманием является первостепенной функцией, которая определяет интеллект человека. Автор считает наивным стремление генетиков выявить гены, отвечающие за интеллект. Исследования близнецов показывают, что интеллект биологических родителей определяет мыслительные способности детей наполовину. Утверждение, что интеллект прямо пропорционален размеру мозга живых существ, не выдерживает критики. Интеллект человека определяет наследственность, практика и умение концентрировать внимание. Интеллект – запретный плод с древа познания. Данное направление науки неоднородно, а ситуация в нем неспокойна. Все больше ученых отказываются от идеи, что подвижный интеллект представляет неизменную характеристику. Можно ли развить подвижный интеллект? В 2008 году молодые швейцарские исследователи Сюзан Джегги и Мартин Бушкюль провели исследование, в рамках которого группа студентов по 25 минут в день, 5 дней в неделю, 4 недели подряд играла в компьютерную игру Endback. Суть игры в том, чтобы запоминать буквы, показываемые на экране одна за другой. Когда две буквы повторяются, нажимать кнопку. Чем больше период повторения букв, тем сложнее выполнить задание. Игра специально разработана для тестирования рабочей памяти. Все участники до и после эксперимента прошли тест на подвижный интеллект. Выяснилось, что уровень подвижного интеллекта испытуемых вырос в среднем на 40%. Статья Джегги и Бушкюля под названием «Улучшить подвижный интеллект все-таки возможно» вызвала широкий резонанс. Последовала резкая критика со стороны коллег. Рэнди Энгл убежден, что никакие тренинги рабочей памяти не способны развить подвижный интеллект. «Я не встречал ни одной достойной научной демонстрации, которая показала бы мне, что увеличение рабочей памяти возможно», заявил ученый, выступая в Ротгерском университете. Энгл не исключает принципиальной возможности развития интеллекта. Он выступает против тренингов, где обещают это сделать за несколько сеансов. Дэн Херли предлагает обратиться к фактам. 75 рандомизированных исследований выявили пользу когнитивных тренингов, и в четырех отчетах позитивный эффект не обнаружен. Невролог Эндриан Оуэн, автор громкого исследования компьютерных программ для тренировки мозга, проведенного совместно с BBC, в котором приняли участие более 11,5 тысяч человек, заявил, что тренинги действительно улучшают результаты участников, однако не влияют на решение других задач, даже тесно связанных между собой. Вместе с тем ученые относятся положительно к попыткам других исследователей найти способ улучшения подвижного интеллекта. Однако интеллект – это не только острота ума, высокие баллы на тестах, способность проникать в суть вещей. Обратимся к цифрам. 5 миллионов жителей США не могут поддержать простой разговор из-за болезни Альцгеймера. 300 тысяч американцев с синдромом Дауна не могут жить и обслуживать себя в одиночку. Добавим к этому страдающих синдромом дефицита внимания и гиперактивности, глубокой депрессии, шизофрении и получивших травму головы. Этих людей и их близких волнует вопрос, можно ли что-то поделать с когнитивными способностями. Жить независимой жизнью В 1959 году американский писатель Дэниел Кис опубликовал рассказ «Цветы для Элджернона». Эта история об умственно отсталом парне, который стал гением после экспериментальной операции на головном мозге. В начале операция была проведена на мышке по имени Элджернон, страдающей когнитивным расстройством. В 1985 году американский генетик Мюрриэл Дэвисон после пяти лет экспериментов вывела Элджернона. У грызуна был аналог синдрома Дауна-человека. Задача оказалась очень сложной. У людей данное расстройство связано с образованием трех пар 21-й хромосомы вместо двух. Гены человеческой 21-й хромосомы у мышей расположены в 10-й, 16-й и 17-й хромосомах. Однако ученые удалось создать животное с полным набором характеристик, присущих синдрому Дауна. Мышь известна как TS-65DN. Нейробиолог из Бразилии Альберто Коста мечтал, что его будущий ребенок станет математиком. Он убедил жену назвать дочь Тихия в честь греческой богини случая и удачи. Ребенок появился на свет в 1995 году. Генетический тест выявил три пары 21-й хромосомы. По мнению Коста, каждый мечтает о независимой жизни. Он посвятил свою жизнь изучению синдрома Дауна с целью помочь своему ребенку и другим детям преодолеть ограничения. У людей с данной патологией замедлен рост нейронов в гиппокампе. Область имеет важное значение для памяти и пространственной ориентации. Коста уговорил Дэвисон начать с ним работать и привлек финансирование. В 2006 году он показал на мышах, что можно нормализовать рост и выживаемость клеток в гиппокампе с помощью антидепрессанта Прозак. Несмотря на то, что другие ученые не подтвердили выводы Коста, началось массовое исследование препаратов, которые приводят к изменениям в мозгу животных, а также способствуют увеличению интеллекта. В 2007 году Коста представил новое исследование, из которого следует, что прием моментина, лекарство от болезни Альцгеймера, повышает когнитивные функции мышей с синдромом Дауна. Одна инъекция вызывала позитивные изменения через считанные минуты. Далее последовали рандомизированные клинические исследования препарата на людях, что стало еще одной вехой в данной области. В среднем на 700 младенцев приходится один с синдромом Дауна. Ранее расстройство считалось безнадежным. До 2000 года ни одна фармацевтическая компания даже не думала о разработке препаратов для его лечения. Специалистов пугал тот факт, что это расстройство связано с появлением целой лишней копии хромосомы, а не с мутацией одного гена, как это часто бывает в случае генетических заболеваний. 21-я хромосома содержит порядка 500 генов. Появилась перспектива лечения. Мозг пластичен. Системы, работа которых нарушена, могут быть восстановлены. При интенсивной поддержке и обучении люди с синдромом Дауна способны добиваться большего, чем полагали раньше. Еще британский доктор Джон Даун, впервые описавший людей с синдромом, заметил, что подобные больные способны к воспитанию и обучению. Тем временем другие специалисты стремятся предотвратить рождение детей с синдромом Дауна. Сегодня существует неинвазивный пренатальный тест, который с высокой достоверностью предсказывает эту патологию в первом триместре. Родители имеют возможность прервать беременность по медицинским показаниям. Люди и звери Разумный поиск Природа позаботилась о средствах для разумного поведения животных и растений. Корни дерева тянутся к воде, а листья поворачиваются к свету. Кишечная палочка движется в сторону питательных веществ и в обратном направлении от токсинов. Люди ищут привлекательных сексуальных партнеров и сторонятся тех, кто им не симпатичен. Все живое стремится к комфорту и бежит прочь от опасностей. Но есть проблема. Ресурсы распределены неравномерно. Уровень жизни в одних местах выше, чем в других. Если пойти наугад, можно умереть от голода раньше, чем найдешь еду. Поэтому нужно действовать разумно. Чтобы получить доступ к воде, свету, еде, рабочим местам, привлекательным партнерам, нужна стратегия. Организм должен знать, в каком направлении искать, когда начать и прекратить поиск. Разумный поиск – фундаментальная потребность любой формы жизни на Земле. Поэтому даже у одноклеточных есть память, несмотря на отсутствие мозга и нервной системы. Удивительно, но стратегии поиска у людей и животных совпадают. Бежать или метаться Кишечная палочка использует стратегию бежать или метаться. Когда бактерия почуяла еду, она устремляется по направлению к ней. Но когда еда заканчивается, бактерия мечутся хаотично, полагая, что рядом можно еще чем-нибудь поживиться. Модель поведения получила название «поиск в ограниченной зоне». Она обусловлена тем, что есть места, где ресурсов много или наоборот мало. Поскольку речь идет о фундаментальной характеристике живого, ученые предположили, что мышление человека работает аналогично. Человек охотится за информацией у себя в голове так же, как плодовая мушка за фруктами на столе. Каждый день мы проводим поиск в ограниченной зоне. Проведем один из тестов на подвижный интеллект. Назовите животных, любых, каких вспомните. Обычно люди вначале называют домашних питомцев, затем сельскохозяйственных животных. Они ищут в конкретной зоне. Называют животных одной категории. Когда она заканчивается, переключаются на другую. Чем больше животных и категорий назовет человек, тем выше подвижный интеллект. Владельцы хорошей рабочей памяти вспоминают значительно больше, потому что ищут более рационально в отличие от людей с низкой рабочей памятью, которые действуют на авось. Рассмотрим пограничные случаи. Поиск может прекратиться слишком рано или наоборот затянуться. Например, люди с синдромом дефицита внимания и гиперактивности быстро переключаются с одной цели на другую. Аналогичная тенденция у людей в возрасте. Чем старше человек, тем чаще мечутся в голове, когда нужно бежать. Исследования на червях показали, что ключевую роль играет гормон дофамин. Чем его больше, тем выше интенсивность поиска в локальной области. И наоборот, при блокировке доступа дофамина к нейронам животное переходит на обширный поиск. Бежит к другим сгусткам ресурсов. При болезни Паркинсона уровень дофамина низкий. Людям трудно сконцентрироваться. Им дают препараты, повышающие дофамин. У наркоманов наоборот. Уровень данного гормона высокий. При его блокировке зависимость может прекратиться. Люди с высоким уровнем рабочей памяти используют стратегию не только для того, чтобы извлечь информацию из памяти, но и поместить ее туда. Они записывают воспоминания в определенном контексте. Друг автора по колледжу Кристофер Саймер поражает всех великолепной памятью на исторические события. Запоминая даты, события, имена, он мысленно помещает их на ветки и ствол дерева. Когда нужно вспомнить, перемещается по этому дереву, извлекая нужную информацию из памяти. Разные биологические виды могут иметь схожие когнитивные модели поведения. Чтобы получше разобраться в этом, ученые отправили людей в лабиринты для мышей. Умная мышь. В начале 90-х ученые стали использовать термин интеллект в отношении мышей. Поскольку животные не говорят, об их когнитивных способностях можно судить только по поведению. Ученые сравнили, как мыши и люди проходят лабиринт. Для этого на стадионе был построен специальный радиальный лабиринт для людей. Аналогичное сооружение, но шириной всего метр, установили для грозунов. Животных тестировали на запоминание. В каком месте лабиринта они уже были? Выяснилось, что поведение человека в лабиринте похоже на поведение грозунов. Причем животные справлялись с задачей не хуже людей. Другие ученые провели более сложный эксперимент. Сначала мышей посадили в один лабиринт, после того, как они научились находить приманку, их пересадили в другой. Мыши освоили его, затем их вернули в первый. Поначалу они плохо в нем ориентировались. Но когда задания повторяли несколько дней подряд, показатели испытуемых улучшились. Таким образом было показано, что у мышей есть рабочая память. Более того, установлено, что мыши могут успешно решать логические задачи, например, запоминать правила. Животное запомнило. Если показывают круг, то еду нужно искать под квадратом. Оно способно также применять метод исключения. Животному показывают два известных объекта и один новый. Про первые мышь знают, что там нет еды. Грызун выбирает новый объект. Уровень интеллекта в популяции мышей разный. Тренинг на развитие рабочей памяти повышает интеллект мышей. Кто быстрее обучается в тесте двойного лабиринта, тот успешнее решает логические задачи. Идея Херли проверить гипотезу о том, что подвижный интеллект можно улучшить с помощью тренингов. Дэна интересовала, возможно ли это в принципе. С этой целью он проанализировал существующие методы и отобрал научно подтвержденные средства улучшения интеллекта. Стать еще умнее. Развивающие игры На рынке существует огромное количество компьютерных программ для развития умственных способностей. От приложений, с которыми работают под наблюдением психологов, например, Когмет, до более демократичных программ, доступных всем желающим онлайн. Создатели программ уверяют, что у них есть научные подтверждения их эффективности. Исторически первой стала программа «Тренинг для мозга» доктора Кавашимы. Продано 19 миллионов копий приложения. Неврологи рекомендуют ее как профилактику болезни Альцгеймера. Однако производитель Nintendo настаивает, что программа исключительно развлекательная. Дэн Херли проанализировал программы, отобрал для тренинга только две – NBEC и LUMOSITY. Он стремился повысить уровень подвижного интеллекта. LUMOSITY предлагает когнитивные упражнения и сложные задачи на запоминание цифр в виде ярких компьютерных игр. Компанию создали невролог Майкл Скенлон и разработчик компьютерных игр DevDresher в 2005 году. Пользователем может стать любой желающий, оплатив подписку в 15 долларов в месяц. У компании более 40 развивающих игр. Тренинг LUMOSITY позитивно влияет на скорость и гибкость мышления, улучшает память. В ходе исследования автор выявил, что не все игры базируются на научных доказательствах. Тем не менее, компания стала объектом 15 исследований, результаты которых опубликованы в научных журналах. Число пользователей LUMOSITY перевалило за 40 миллионов. Четверть из них – школьники и студенты от 11 до 21 года. В 2012 году фирма опубликовала результаты анализа своей базы данных. Оказалось, кто тренировал мозг один раз в неделю, соображал на 10% быстрее, чем люди, которые не развивали свой мозг специально. Также выяснилось, что спящие 7 часов в день достигают лучших результатов в когнитивных задачах, чем те, кто спит больше или меньше. Игры стрелялки. В 1998 году студент 4-го курса Ротчерстерского университета математик Шон Грин написал программу для тестирования эффективного поля зрения. Неожиданно обнаружилась закономерность, которая наводила на мысль, что в коде есть ошибка. Показатели Грина и его друзей оказались значительно выше, чем ожидалось. Данные в этой области уже собирались десятилетиями в ходе различных измерений. Поскольку тестирование остальных людей приводило к стандартным результатам, было высказано предположение, что дело в мозгах Грина и его друзей. Им очень хорошо удавалось отслеживать объекты периферийным зрением. Кто-то занимался спортом, кто-то музыкой. Единственное, что всех объединяло, компьютерная стрелялка Team Fortress Classic. Ребята играли в нее за поем. Игры стрелялки развивают когнитивные способности. Последующие исследования выявили, что шутеры улучшают зрение, а также воздействуют на слуховое внимание. Теперь даже эндоскопические хирурги и операторы военных беспилотников оттачивают точность движений и быстроту реакций, тренируясь на играх-стрелялках. Грин стал доцентом кафедры психологии Висконсинского университета в Мэдисоне. Руководитель его дипломной работы, профессор Дафна Бавилье, открыла собственную лабораторию в Университете Женевы. С ее слов догма о том, что обучение чему-то одному не развивает другие навыки, устарела. По всей видимости, разные тренинги задействуют одни и те же базовые механизмы, в частности распределение мозгом ресурсов и внимания. Индустрия развлечений открыла инструмент повышения пластичности мозга. Однако не стоит ожидать, что поиграв в стрелялки, вы сдадите экзамен на отлично. Продукты питания Поиск способов нарастить интеллектуальные мускулы начался на заре человеческой цивилизации. Первое, о чем задумался человек, это питание. Автор проанализировал базу данных, в которой собраны результаты 22 миллионов медицинских исследований. Однако нужных оказалось мало, и выводы не вдохновляют. Добавление в ежедневный рацион голубики улучшает память. Но исследования проводились только на крысах. В единственном отчете с людьми участвовало 9 человек. Исследование не было рандомизированным, поэтому не является статистически значимым. Рандомизированные исследования витаминов группы В, В6, В12 и В9 не подтвердили их позитивное влияние на память и навыки мышления. Исследование креатина проводилось в 4 рандомизированных группах. Здоровые молодые люди, пожилые, вегетарианцы и смешанная группа из вегетарианцев и мясоедов. Позитивный эффект креатина обнаружен только в группе вегетарианцев. Однако исследование не было масштабным. В мышцах вегетарианцев содержание креатина ниже, чем в мышцах людей, употребляющих мясо. Кокрановский обзор результатов трех рандомизированных исследований не подтвердил позитивного влияния добавок полиненасыщенных жирных кислот омега-3 на когнитивную функцию пожилых людей. В исследованиях продолжавшихся два года приняли участие более 4 тысяч человек. Рыбий жир, который рекомендовали беременным для развития мозга плода, показал противоположный результат. Мальчики и девочки, мамы которых принимали рыбий жир, в тестах на внимание, рабочую память и скорость мышления продемонстрировали худшие показатели. Исследования средиземноморской диеты «Рыба, много фруктов и овощей, макароны, оливковое масло» показывают, что пожилые люди, которые ее придерживаются, отличаются лучшими когнитивными способностями, чем те, кто этого не делает. Однако большая часть таких исследований не рандомизирована. Людей просто спрашивают, что они едят, проводят тесты и наблюдают по мере старения. Известно два продукта, позитивно влияющие на когнитивные функции. У детей, которых матери кормили грудным молоком, IQ несколько выше. Один год грудного кормления увеличивает IQ на 4 пункта. Однако корреляция не всегда означает причину. Некоторые ученые полагают, что матери, кормящие детей грудью, в среднем образованы лучше, чем те, кто этого не делает. Мощный стимулятор когнитивных способностей – кофеин. Есть исследования, показывающие, что потребление кофеина или кофе снижает риск деменции и начала этого заболевания. В здоровом теле здоровый дух. Физические упражнения позитивно влияют на когнитивные функции. Пожилые люди, играющие в теннис или бадминтон, выполняют тесты лучше, чем их неспортивные сверстники. МРТ-сканирование мозга детей показало, что у мальчиков и девочек с аэробной нагрузкой лучше память и больше гиппокамп. Эта часть мозга играет ключевую роль в краткосрочной и долгосрочной памяти. Чтобы когнитивные показатели улучшились, достаточно заниматься ходьбой, бегом, ездой на велосипеде, плаванием. Но веру в эффективность аэробных упражнений разделяют не все. Есть те, кто предпочитает силовые тренировки в тренажерном зале. 80-летняя судья Рут Байдер-Гинсбург работает с личным тренером в тренажерном зале Верховного суда США. Она тренируется два раза в неделю по одному часу уже более 15 лет. Занятия спортом помогли ей вылечиться от онкологического заболевания. Предположив, что когнитивные упражнения в сочетании с физическими нагрузками дадут лучший результат, чем применение методов по отдельности, Дэн включил физические упражнения в программу тренинга. Супертренинг для мозга Программа Тренинг был рассчитан на три месяца. Это дольше, чем средняя продолжительность исследований в данной области. Поскольку идея о том, что интеллект можно улучшить относительно нова, автору был важен суммарный эффект. Другими словами, он не ставил целью выявить наиболее эффективный способ. Физические упражнения В качестве физических упражнений Дэн выбрал программу, которую посещала его жена. Занятия проходили на стадионе и включали в себя набор упражнений. Судя по описанию, они очень похожи на общую физическую подготовку. Занятия музыкой Эффект Моцарта оказался полной чушью. Младенцы не становятся умнее, если им проигрывать музыку Моцарта, когда они в утробе. Прослушивание музыки не влияет на когнитивные способности взрослых. Однако есть исследования, показывающие, что занятие музыкой повышает IQ. Несмотря на критическое отношение к этому исследованию, из-за отсутствия в нем случайного выбора участников эксперимента, Дэн включил в свой тренинг уроки музыки. Автор решил научиться играть на лютне. Практика медитации Суть медитации заключалась в том, чтобы принять удобное положение лежа на спине, расслабиться и наблюдать за своими мыслями. Все происходит как бы со стороны. Вы просто отмечаете появление мысли, не даете ей никакой оценки, она нейтральная, и сразу отпускаете ее. Автору не удалось найти курс медитативного сосредоточения. Подобные занятия предлагались в сочетании с йогой и другими практиками. Поэтому Дэн решил заниматься самостоятельно. Для этого он купил компакт-диски с инструкциями доктора Джона Кабадзинна. Расписание тренинга выглядело следующим образом. Подъем в 6 утра, занятия на эндбэк, люмосити и медитация. Каждая активность по 20 минут. Физические упражнения 3 раза в неделю по часу. Урок игры на лютне 1 раз в неделю, плюс ежедневная самостоятельная практика. Перед началом тренинга автор прошел тест на подвижный интеллект и сделал МРТ сканирования мозга. Известно, какие части мозга важны для подвижного интеллекта. Например, префронтальная кора отвечает за внимание. Однако Дэна интересовала, насколько отдельные зоны мозга эффективно общаются между собой, поскольку научные статьи сообщали, что размер левой префронтальной коры определяет 5% подвижного интеллекта, а сила взаимодействия с остальной частью – 10%. Большой вызов. Когда Дэн Херли был третиклассником, он все еще не умел читать. Учительница вежливо называла его медлительным ребенком. Он ходил в специальный класс. На четвертом году школы благодаря другу мальчик увлекся чтением и рисованием комиксов. Как полагает автор, увлечение помогло ему стать отличником в шестом классе. Дэн Херли был искренне заинтересован в испытании отобранных методов на себе. Однако полностью выполнить программу оказалось очень трудно. Особенно тяжело давались ранний подъем, интенсивные физические упражнения, обучение игре на лютне. Выяснилось также, что выполнение программы требует больше времени, чем планировалось. Пришлось пожертвовать медитацией. Всего было проведено несколько сеансов вместо планируемых ежедневных. Однако главным вызовом стала необходимость изменить образ жизни. Дэн избегал рутины. Ему ближе спонтанность, чем действия по заранее намеченному плану. Теперь нужно было заставлять себя жить по расписанию. Ему стало интересно, связана ли хорошо организованная жизнь с хорошо организованным разумом. В начале эксперимента показатели Дэна во всех испытаниях были ниже среднего. Однако постепенно они улучшились. Автор почувствовал, что учится играть на собственном разуме. Он сделал ряд выводов. Чтобы улучшить когнитивные способности, важен настрой самого человека, готовность приложить усилия в нужном направлении. Человек склонен делать то, что у него лучше получается. Однако это никак не развивает его. Выполнение упражнений на пределе возможностей является ключевым для развития мозга. Во всех упражнениях нужно следить за несколькими потоками информации и контролировать собственные реакции. Например, в игре на лютне нужно контролировать движение каждого из десяти пальцев. А в игре Endback слушать голос и наблюдать за подсветкой ячеек на экране. Подводим итоги. Автор выполнил почти все запланированные активности, направленные на развитие интеллекта. Единственное, что осталось нереализованным по причине нехватки времени – медитативное сосредоточение. Обучение игре на лютне прошло успешно. Автор научился самостоятельно читать табулатуры, разучил и исполнил несколько произведений. 20 лет он мечтал научиться играть на этом инструменте. И, наконец, мечта сбылась. Регулярно занимаясь физическими упражнениями, Дэн впервые за последние пять лет достиг веса 86 килограммов. Он также улучшил время забега на 5-километровую дистанцию на 10 минут. Улучшились показатели среднего уровня сахара в крови и гемоглобина. С 18 лет Дэн находится на поддерживающей терапии инсулином, поскольку является диабетиком первого типа. Индекс эффективности мозга на люмосите вырос с 274 до максимального – 1135. По сравнению с другими людьми, он перешел из 43-го процентиля в 93-й. Однако автор высказывает сомнения относительно объективности данных показателей. Возможно, разработчик завышает их намеренно, чтобы поддерживать мотивацию игроков. Идея о том, что мозг начал работать в 4 раза эффективнее, выглядит нелепой. Улучшения показателей в двойном эндбэк были сопоставимы со среднестатистическими в группе старше 50 лет. Результаты четко зависели от настроения и от того, насколько хорошо Дэн выспался. Херли также обратил внимание, что эффективность на эндбэк выросла после электростимуляции мозга, но эффект был непродолжительным. Во время тренинга автор также проверил действия никотинового пластыря. Однако эффекта не обнаружил. Хотя при применении пластыря работа над рукописью книги шла более продуктивно, но это могло быть плацебо. Результаты теста IQ до тренинга – 136 баллов, после – 137. Согласно данным МРТ после тренинга, изменений в связях нейронов при фронтальной коры с остальным мозгом не выявлено. Что касается тестов на развертке, пространственной связи, прогрессивной матрицы, их результаты после тренинга существенно не изменились, за исключением теста Равина. Показатели выросли на 16%. Ключевой вывод. Благодаря тренинговой программе автор был вынужден делать то, что раньше не делал. Все люди склонны заниматься тем, что у них лучше всего получается. Однако именно обучение новому развивает навыки человека, в том числе и когнитивные. Дэн почувствовал, что стал умнее. Заключение. Функционирование мозга человека – одна из загадок природы, которая по-прежнему остается великой тайной. Возможно ли улучшить его функционирование, как это удается сделать с другими органами? Дэн Херли проверил идею на себе. Он проанализировал научные статьи, в которых описаны испытания средств для улучшения когнитивных способностей. Выделяют следующие группы методов – развивающие компьютерные игры, пищевые продукты, настольные игры, изучение языков, физические упражнения, занятия музыкой, специальные препараты, инструментальные методы. Различают несколько видов способностей, объединяемых общим словом «интеллект», кратковременная и рабочая память, подвижный интеллект. Дэн решил улучшить подвижный интеллект, поскольку он влияет на жизненный успех человека. Например, развитие общей памяти и внимания улучшает способность к обучению. Автор отобрал лучшие методики, составил программу трехмесячного тренинга, сделал МРТ-сканирование мозга, тесты на подвижный интеллект, прошел тренинг и рассказал о своих достижениях и наблюдениях. Тренинги для мозга не фальшивка. Разные исследования подтверждают улучшение когнитивных навыков в результате выполнения определенных заданий. Но эксперименты малочисленны и редко когда рандомизированы. Значит, ученые фиксируют сигнал, но его природа пока непонятна. Возможно, это просто шум. Повышенное внимание к когнитивным способностям здоровых людей, а также имеющих расстройства, приносит позитивные перемены. Установлено, что когнитивные модели поведения людей и животных похожи. Животные разных видов и размеров двигаются к еде и воде, в противоположную сторону от опасностей. Они действуют по модели поиск в ограниченной зоне. Осознание, что мозг работает аналогично, открыло пути для разработки методов, которые помогают людям с расстройствами когнитивных функций восстановить их. Автор пришел к выводу. Все больше ученых согласны с тем, что интеллект имеет биологическую основу, которая податливо и в результате определенных воздействий может измениться. Научное сообщество оценивает возможность сделать человека умнее, как осторожно оптимистичную. Нагружайте свой мозг, чтобы он оставался здоровым и гибким. Постоянно учитесь чему-то новому. Любой новый навык – это плюс для развития интеллектуальных способностей. Хорошо быть экспертом в определенной области. Однако именно познание нового приносит максимальный выигрыш. Даже если вас что-то пугает и вы думаете, что не получится, обязательно попробуйте. Интеллект, как мускулы, развивается, балансируя на грани возможного. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...